В США вакханалия черных протестов сменяется бессмысленным и беспощадным предвыборным трэшем. 4 июля, в день независимости Соединенных Штатов, рэпер Канье Уэст заявил, что планирует баллотироваться на пост президента США. В своем твиттере он написал, цитирую, «Теперь мы должны реализовать обещания Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов». Как пишет издание Daily Mail, букмекеры уже оценили вероятность победы Уэста. Если раньше его шансы оценивались в 0,2%, то есть как 500 к 1, то теперь этот коэффициент возрос в 10 раз, до 2%, то есть как 50 к 1. Тем не менее, лидеры президентской гонки все еще значительно обгоняют музыканта. Так, коэффициент выигрыша действующего президента Дональда Трампа составляет 7 к 4, а коэффициент его противника из демократической партии Джо Байдена 8 к 11. А вот как охарактеризовало намерение Уэста участвовать в выборах британское издание The Guardian. Цитата. До дня голосования 3 ноября остается всего 4 месяца. И пока неясно, не станет ли твит Уэста более уместным для дня дурака, чем для дня независимости США. Также неясно, подавли 43-летний музыкант официальные документы для включения в избирательные бюллетени штатов. Крайний срок для добавления независимых кандидатов в избирательный бюллетень во многих штатах еще не прошел. Но после того, как бизнесмен и звезда реалити-шоу Трамп выиграл выборы и пришел в Белый дом в 2016 году, возможно, идея сделать Ким Кардашьян первой леди могла быть предначертана звездами для Америки. 21-кратный лауреат премии Грэмми Уэст сразу же получил одобрение от Ивана Маска, исполнительного директора производителя электромобилей Тесла, и еще одной знаменитости, известной своими эксцентричными выходками, который написал в Твиттере в ответ «У вас есть моя полная поддержка». Британское издание также напомнило, что в 2018 году Уэст встречался с Трампом в Белом доме. Тогда на встречу он явился в кепке с лозунгом действующего президента «Make America Great Again», то есть «Сделаем Америку снова великой». И очень комплементарно отзывался о Трампе. Как вы могли догадаться, для превращения избирательной кампании в фарс и отвлечения жителей гетто от увлекательных погромов, выдвижения в президенты одной знаменитости мало. По всем законам жанра продолжение балагана не заставило себя долго ждать. Вслед за Канье Уэстом о выдвижении своей кандидатуры на высший государственный пост заявила американская актриса, певица и фотомодель Перис Хилтон. Программу Хилтон представила в своем твиттере с хэштегом «Make America Hot Again» – «Paris for President». Здесь требуется пояснение. Слово «hot» в переводе, означающее «горячий», в данном контексте использовано в значении «жаркая штучка», акцентируя внимание на привлекательности и развязном образе жизни певицы. Анонс участия в избирательной гонке проходил в формате интервью. Когда интервьюер спросил, кем будет ее напарник, она сказала «Рианна, она красивая и талантливая. Я думаю, она станет отличным вице-президентом». Критерий для напарника Перис прост, цитирую. «Безусловно, женщина, которая честна и скажет вам правду, если ваш наряд вам не идет, а еще она должна быть горячей». Также Перис сказала, что в Белом доме разрешит держать как можно больше домашних животных, а само здание перекрасит в розовый цвет, поскольку белый слишком скучен. Сейчас наши зрители наверняка хохочут у экрана, потешаясь над театром абсурда, разгорающимся вокруг избирательной кампании в Америке. И совершенно зря. Дело в том, что эксцентричные заявления знаменитостей о своем намерении баллотироваться в президенты и столь же эксцентричные выходки в поддержку одного из настоящих кандидатов, давно известная в США предвыборная технология. Как правило, поднявшие резонанс звезды впоследствии сливаются и призывают своих сторонников голосовать за одного из основных кандидатов. Но с учетом политических тенденций, есть в их заявлениях об участии в выборах и еще один скрытый смысл. Внимание американских СМИ частично переключилось с протестов и погромов на улицах, сносов памятников и социальных проблем из-за пандемии коронавируса на сенсации из мира шоу-бизнеса. Вот, например, американское издание Republic World вполне серьезно обсуждает, а не опоздали ли Пэрис и Канье с выдвижением и успеют ли они подать все необходимые документы. Цитирую. Теперь, когда осталось всего 4 месяца, а митинги и кампании в самом разгаре, Канье и Пэрис могут либо участвовать в выборах в качестве независимых кандидатов, либо от какой-то небольшой партии. Во втором случае большинство партий уже объявили своих кандидатов в президенты на 2020 год и шансы, по сообщениям СМИ, выглядят призрачными. Чтобы поучаствовать в голосовании в качестве независимого кандидата, срок уже истек как минимум в шести штатах, включая Техас, Нью-Йорк и Иллинойс. Еще в шести штатах срок истекает в июле. Хотя у Канье и Пэрис есть шанс войти в избирательный бюллетень, для этого потребуются огромные расходы и трудозатраты, поскольку им также придется получить тысячи подписей, чтобы показать народную поддержку. В общем, чтобы жители гетто не обсуждали, лишь бы магазины не громили. Классическое отвлечение общественного внимания. В завершение описания американского предвыборного трэша не можем обойти вниманием статью журналиста Эдварда Айзека Дувейра в авторитетном издании The Atlantic. В ней автор проанализировал отношения сторон американских выборов к легализации марихуаны и то, почему наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах Джо Байден не до конца разделяет мнение своих коллег по партии о необходимости узаконить наркотик. Далее приводим цитату. Демократические политические консультанты мечтают о таких вопросах, как легализация марихуаны. Как показывают опросы, демократы в подавляющем большинстве выступают за это, как и независимые кандидаты. Большинство республиканцев также одобряют легализацию. Это мотивирует избирателей молодых людей и чернокожих американцев голосовать. Включите этот вопрос в предвыборную программу, и он докажет, что это верный способ повысить активность избирателей. Сокрушаясь о том, что Байдену не удается привлечь к активной агитации за себя наркоманов-сторонников легализации, журналист недоумевает от причин, которые удерживают кандидата от такого шага. Цитата. В вопросе легализации, кажущейся таким очевидным политическим преимуществом, все, что мешает Байдену, как говорят нынешние бывшие помощники, это забота об общественном здоровье. Он читал исследования или, по крайней мере, резюме исследований. Он хочет видеть больше. Он ищет что-то определенное, чтобы заверить его, что легализация не приведет к серьезным психическим или физическим проблемам у подростков или взрослых. Действительно, какие пустяки, всего-то общественное здоровье и необратимые последствия для психики подрастающего поколения. Почему же он не соглашается-то до сих пор, не понимаю. Как вы могли убедиться, по степени абсурда американские избирательные компании ничуть не уступают украинским. Разница, пожалуй, только в том, что там этот внешний абсурд хорошо продуман, срежиссирован и служит вполне конкретным целям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова